И всем привет, ребят, с вами Мастер Баник, и сегодня мы записываем новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем обозревать новую Теслочку. Сегодня она у нас также видоизменилась и обновилась, но самое главное это то, что мы сегодня будем тестировать устройство с подавлением. Это то устройство, которое, на мой взгляд, на сегодняшний день показывает очень неплохие результаты. Хоть и ее шарик остался быстрым, да, если бы этот шарик был бы не быстрый, а такой же дефолтный, как и на всех устройств, кроме электропушки, то я думаю, что бы эта Тесла показывала еще лучший результат. Ну и посмотрим, насколько эта Тесла сильная и насколько хорошо у нас удастся сыграть в рамках матчмейкингового боя на ней. Пикаем, конечно же, быстрый бой, будем использовать сегодня Викинг и будем использовать Гипериона. Посмотрим на криты, посмотрим на эффективность и насколько подава вообще актуальна на сегодняшний день, потому что уже на подавлениях я играю крайне редко, ну и с подавлением самое, наверное, интересное, что есть у нас сейчас в игре, это, конечно же, Фриз. Нас закидывает на шикарную карту для не ближнебойной пушки, а именно пустыня, но у нас ближнебойка и мы на Викинге будем пробовать сейчас что-то здесь делать. Почему именно Гиперион? Почему не какой-то другой дрон я выбираю сегодня? Я думаю, что Гипериончик явно будет получше смотреться, чем даже тот же Лавкач. Ну а Кризис использовать с Теслой, тем более на Викинге, смысла вообще абсолютно никакого я не вижу, поэтому пробуем реализовать эту комбинацию с Гиперионом. И Викинг под овердрайвом тоже будет наносить большое количество урона. Плюс подава каждым тиком, соответственно, противник будет без дрона, а это уже, ну, наверное, полбеды минусом. Главное это, конечно же, жить, жить и еще раз жить, чтобы наносить как можно больше урона по противнику. 1800 стика, это очень хороший урон. Даже я бы сказал, наверное, шикарный урон. Плюс у нас есть возможность крит урончика, то есть по резисту мы будем наносить полноценный урончик. И также не забываем про то, что у нас с Гиперионом довольно быстрый кулдаун аптечки. Надеюсь, что... Ну, сейчас мы быстро эту катку, я думаю, накатаем. Надеюсь, что на следующую карту меня закинет не на такую супер большую, потому что на большой карте на Тесле, конечно, ну, тяжеловато, тяжеловато. Может быть, даже здесь лучше все-таки взять Лавкача, чтобы быстрее доезжать до вражеского спауна. Просто если я долго не живу, то от Гипериона, в принципе, смысла не так много. Если буду долго жить, тогда от него будет больше смысла и больше его будет качественной и грамотной реализации. Так, пробуем сейчас подамажить. Но домашка такая. И суперсильная залетает. Так, у нас там есть Гаусс и есть Магнум, и я вижу. И вроде как был громчик. То есть, возьмем Гаусс, Магнум. Гаусс, Магнум. Гаусс у нас сейчас тоже видоизменился. Я уже к нему видос записал. Ну и давайте возьмем Лавкач. Давайте возьмем Лавкач. Попробуем с Лавкачом залететь по красоте. Надеюсь, что это будет работать. Так, по иммунке у меня стоит иммуночка от Эмми. Не знаю, что здесь лучше. Эмми или пробитие. Но вроде как меня пока что никто особо сильно не пробивает. Соответственно, мы пока что Эмми вместе с вами оставим. По поводу Паладина. Паладин, наверное, в рамках такого боя точно бы на Тесле смотрелся бы интересней. Но я решил как-то подразнообразить. И поинтересовался у ребят в конфе, что вообще неплохо и красиво смотрится на Тесле. И мне сказали, что Викинг можно смело юзать, можно пробовать и можно реализовывать. Так, кто-то уже спалил, что я видос записываю. А, ну пока что, конечно, еще не спалил. Ну, интересуется только, записываю я этот видеоролик или нет. Но ладно. Так. Овердрайв у меня уже появляется. И остается не такое большое количество киллов до конца этой катки. Если бы был сейчас я на Гиперионе, то я думаю, что бы выжил в этом тайминге. Так, конечно, пожить не удалось. Так, поздороваемся и попробуем сейчас овердрайв реализовать. И пойдем уже пикать в следующую каточку. В рамках этого боя, конечно, ну, не так сильно пока что себя Тесла показала. Но может быть сейчас все изменится. Пробуем. Ух, 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 ух. 5400 стика, ух, ну, это хорошее. Это хорошее 5400 стика, это прям вкусно. Ну и отключаем постоянно дрончик. Урабатываем этот дрончик. Блин, ну если вот так жить. Если так жить, то, конечно, можно нормально на бэм сливать урона. 15 киллов успел дать. Ну, в принципе, наверное, не так плохо. Не так плохо. Если под викингом, под овердрайвом по 5 киллов хотя бы делать, то реализация викинга точно пойдет. Так, ну и пикаем сразу следующий бой. Также на быстро боли. Надеемся на... Не на ТДМку. Но если ТДМка, то небольшая карта. Вообще, я думаю, что ЦП было бы идеально. Какая-нибудь ЦПшечка на небольшой карте. Я думаю, что под такую Теслочку... Ох, а вот и ЦПшечка. Ну, конечно, карта не супершикарная, но пойдет, пойдет, пойдет. Будем пробовать сейчас на ней реализовываться. Так, думаю, что буду играть ближе к Респу. Стараться надамаживать противника. И если что... Если что, тогда уже под конец сыграем в контроль точек. В именно контроль конкретный. Так, смотрим сразу, что мы тут по резисту. Он должен взять Теслу. Вижу одну, вижу рикошет. Вижу шафт, вижу скорпион, рельса, магнум, молот. Все пушки разные. Все пушки разные у противника. Поэтому пока что мы не переодеваемся. Пока что тогда торопиться не будем. Пока что просто поработаем на урончик, покидаем. Побэмсим циферочки. О, молодой тоже играет на Гиперионе. Хороший выбор Гиперион вообще в целом. Потому что сейчас больше игроков стало на нем играть. Мне это, честно говоря, даже радует. Ну и скажу, что Лапкач с Теслой на Викинге смотрится интереснее, чем Гиперион. На мое удивление. Интереснее, 100%. Но это если подавы нету против. Если бы сейчас подава какая-нибудь против была бы, то я думаю, что все равно Гипериончик был бы получше. Просто за счет Лапкача вы быстрее доезжаете до противника. А так как вы супер долго не живете, то вам от этого Гипериона-то и пользы особо никакой нету. Ну, за исключением первой аптечки, которая с кулдауном 13 секунд может быть еще залетит дополнительно. Но так, в целом, конечно, Лапкач, чтобы добираться до противника, чтобы наносить по нему урон, смотрится куда жестче и куда интереснее. Итак, 70% повердайва у меня уже накопилось. Это очень хорошо. Будем пробовать сейчас его где-то реализовывать. Вообще, по идее, весь противник должен сконцентрироваться на точке G. На G там конкретно суета должна быть. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Где лучше нам будет юзать его. Кстати, под нашу точку уже противник начинает играть. Ну, и тут, по сути, наверное, даже особо сильно ехать в резк противнику нету смысла. Если бы у этой Теслы был бы шарик не быстрый, а медленный, я думаю, что эта бы Тесла бы заиграла бы еще жестче красками. И с ней бы можно было бы делать еще лучший результат. Но, но, к сожалению, этой возможности у нас нет. И у нас есть только быстрый шар. Но зато мы можем вот так подавочку вкусно наносить, добавлять. Овердайв есть, но реализовывать его здесь не было смысла. Десять киллов за три минуты, не сказать, что супер бомбический результат. Но, наверное, рабочий. Наверное, рабочий. Для такой катки рабочий. Не знаю, что было бы, если бы мы бы играли сейчас бы тут маленькую карту. Просто все-таки я бы, наверное, сказал, что такая карта, но большевата. Большевата для Теслы. Даже такая карта большевата. То есть на каком-нибудь сандале, я думаю, что Тесла вообще должна себя показывать супер жестко. Ну и плюс, здесь, наверное, надо делать больше акцент на захват точек. Я стараюсь поиграть на уничтожение противника побольше. Магнум. Блин, эти магнумы, конечно, это вообще ужас. И когда они прямо попадают в головешку, это очень неприятно. Еще есть уничтожаются. Так, там Гаусс, там два противника. И меня здесь быстро разбирают, к сожалению. 11 минут у меня еще до конца имеется. Чтобы попробовать показать контентовый результат. Так, ну и пора где-то оверху реализовывать. Потому что пока что по реализации овердрайва все грустно. Пока что я его еще точно нигде не реализовал. Хотя, время уже прошло с момента, как я получил овердрайв довольно много. Нету такого тайминга. Надо жать даже если его и нету. Потому что у меня бы уже, наверное, каких процентов 20-30 смело бы от нового овера бы накопилось. А так я просто имею овер и никуда его не прожимаю. Это плохо. Ничего хорошего в этом нету. Так, че меня сбривает рельса? Под овером что ли? Там очень многое залетало. Мне сначала показалось, что это молот. Но похоже это была рельсочка. Так, оп. Хорошо подавочку наносим. Так, ну и вжимаем овер. Все, я устал ждать. Устал смотреть. Вжимаю овер даже без ддшки. Наносим здесь урончик хороший. Двух противничков сбриваем. Лучше, конечно, быстрее эти овердрайвы такие прожимать. Чем быстрее вы прожмете, тем больше в целом вы овердрайвов нажмете за катку. А ловить там супер какой-то мега тайминг, ну, крайне редко у вас получится. Тем более на таком вооружении, как викинга Тесла. Так, викинг у нас на центре. С еще гауссом. Пробуем наносить урончик. Оп, оп, оп. Так. Девять минуток до конца остается. Браншафт вообще тупо стоит на одной позиции. Всю катку. Всю катку один и тот же чел стоит на одной позиции. Прикольно. Даже двигаться не надо. Команда просто точки захватывает. А ты стоишь на накидочке. Интересно, сколько у него очков. Ну, что-то мне подсказывает, что у него немного. Наш викинга молот сжимает овердрайв. Так, а я попробую сейчас вот здесь сыграть. Один кильчик есть. Ну и тут, конечно, мы въезжаем в респ. Сто процентов. Сто процентов мы въезжаем в респ. Здесь с респа надо добавлять. Один молодой у противника залагал. Лагает что-то. Редисту, конечно, не так жестко идет. Еще бы... Если бы криты проходили бы нормально. Что-то как-то по критам беда. Бедулечка. 500 очков у нас за 7 минут. Но такой, средний результат. Средний. Я бы не сказал, что это прям бомбический какой-то результат. Наверное, для такого боя пойдет. Но в целом, наверное, не так жестко. Как могло бы быть. 500 очка. Ну и плюс я еще стараюсь играть под... Под киллы. Не под захват точек, а именно под киллы. Пока что чисто в упорочку играем. Стараемся накидочку оформлять. Контентовую. Ну вот и если бы еще подавочку. Поэтому бы молодому закинул. Был бы вообще супер. Так, 7 с половиной минут до конца. Попробуем сейчас запушить через правый респ. Пробуем залететь. И там уже накинуть что-то интересное. Там уже что-то накинуть. Прожать оверку. В принципе, наверное, выжимать надо будет в этого. И уже туда дальше ехать. А, он просто уезжает от меня. Ладно. Хорошо, тогда выжимаем. Пока меня никто не видит. Если бы сейчас бы увидел бы данный молодой, было бы не очень хорошо. Блин, не успел забрать паладина. Можно было, по идее, его еще тоже слить. 25 кильчиков. Но если до 50 дотянуть, то для такой Теслы в рамках такого боя это будет хороший результат. Если до 50 дотянуть. Еще один Гипериончик против. Извиняюсь. Он, наверное, такой кашель какой-то появился. И Еще один Гиперион, которому я со своей подавой особо ничего не сделаю. А это, конечно, плохо. Что сейчас у нас уже мета пошла. Этих дронов. Лучше, конечно, чтобы игроки играли на бустерах, на ловкачах, на защитниках, на подрывничках. Чтобы все это отключалось полноценно. Тогда это будет вообще супер круто. Так, 6 минуток. Ну, сейчас уже, я думаю, что потихоньку надо делать акцент на точке. Наверное, будет сейчас стараться вверх законтролить. Сверху у нас сколько? Две или три точки? Вроде две у нас точки сверху. Не ошибаюсь. Или три. Вроде две. Так, по паладине и детке так. Неплохо покидали. Не знаю, конечно, с мемперизмом он подсейвился там на всем этом тайминге или нет. Так, и пора, пора уже, пора захватывать. Пора, пора, пора. Обязательно. Обязательно пора уже захватывать точки. Потому что каточка уходит. Каточка очень сильно уходит. И это меня не радует. То, что она уходит. Из-под рук, из-под всего. Надо аккуратно, аккуратно. Ой-ой, подала вкусная, залетела. По мне. Ой, не подала, а все статус-ферд. Кульсары залетели. Пять минут до конца. Залетаем. Ой-ой, хорошо, 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 хорошо. Забрать, забрать. Хорошо, есть контактик. Так, точку под контролинг. Централочка. Централочку тоже поможем. Сейчас забрать, если что, на всякий случай. А, центр на контроле. Мне казалось, что это не центр. Центр, я думал, это А. Оказывается, А это точка сверху. Так, ну и начинаем забирать. Уже под 4,5 минуты. Надо стараться на точке актентик делать неплохой. Так, на ловкаче молодой. Шариком его быстренько достаем. Кстати, если был бы сейчас бы в этом моменте, например, медленный у меня шар, то я бы до него не дотянулся. За счет быстрого шарика я ему подаву первую накидываю, сбиваю ему сразу дрона и успеваю до него долететь. А так бы я не успел бы долететь. Он бы просто на ловкаче улетал бы от меня. Ну ладно, это уже такое. Не всегда это работает. Иногда это работает, конечно, в плюс, как сейчас. Но иногда ничего сверхъестественного с этого не получается. Так, у меня есть овердрайв. И сейчас попробуем его тоже здесь реализовать. Без аптечки остается у нас хантер. И мне бы сейчас было бы очень неплохо зайти через право. Если там еще противник стоит на точке сверху, то сразу вжать овердрайв и попробовать всех тех ребят, которые стоят сверху, слить. Опа, мак, думаю, прожимает. Ой, прожимает. Ставит здесь миночки. Так, овердрайв прожимаем. Первый. Ой, хорошо. Найс. Найс. Просто найс. Три. Офигеть. Пять типов с оверки. Хорошо. На упорчике. Быстренько отработали. Вот сейчас под конец. За три минутки, если накопится у меня овердрайв, но чуть быстрее, наверное, за две с половиной накопить. Если за две с половиной накопим овердрайв, то еще одну реализацию, такую примерно же, попробуем провернуть. То есть через право, через верх, заход и добавка овера. Это рабочая тема, которая сейчас себя очень хорошо показала. А если это была бы еще бы катка, где было бы еще больше танков. Ой, кстати, под этот захват наши тиммейты сразу точки захватили. То есть это очень круто. Это очень круто. У противника вот сейчас был у одного типа брут, у второго гипперион. То есть ни одному, ни второму я своей подавой ничего, к сожалению, сделать не смог. А вот этому ловкачу, конечно же, сразу мы не трусечку уносим. Блин, аптечку не успел прожать по грамотному, по таймингу. 22.19. Ведем. 40% овердрайва уже есть. За минуту нам надо быстро 60% овердрайва накопить. Чтобы все у нас в этом плане было идеально. Хантер с оверкой прожимает сразу. Ну и, наверное, правильно он делает. Потому что если впадала там дальше, уже бы залетела. То он бы, скорее всего, не смог бы уже ничего реализовать. Не знаю, почему наш тиммейт отдает точку противнику и едет дальше вперед. Хотя, конечно же, ему нужно было оставаться на этой точке и играть в нее. Так, дэшечку захватываем. Ешечка на центре у нас уходит. Сразу, значит, смещаемся в центр. Сразу смещаемся в центр на контролинг этой точке. Противник довольно грамотно, кстати, сыграл. Я эту точку особо не придержал. Так, и мне очень сильно не нравится то, что не видно отсюда, что происходит с левой точкой. Вот сейчас мне так кажется, что эта точка уже... А, нет, она под контролем. Это D. Хорошо, ладно. 80% овердрайва. Еще минута 20 есть у нас. Соответственно, я как минимум один овер здесь точно успею уже прожать. Ну, вернее, не как минимум, а один овер я успею прожать. Больше одного уже здесь не будет. Так, и вражеский паладин прожимает тоже оверку. Ну, и давайте, наверное, пробовать уже через право заходить. Потому что уже 90% овердрайва у меня есть. Сейчас от викинга здесь никакого не упаду. То можно как раз-таки вот этих вот молодых забирать, чистить. И заходить через право под уже красивый прожатый овердрайв. Пробовать сливать вверх под 45 секунд до конца, под контроль точек. Я считаю, что это очень хороший мув. Ой, даже, наверное, мув еще жестче ехать сюда и пробовать забирать вот эти танки. Отлично. Три танка есть на респе. Четыре танка есть на респе. И теперь добавить еще вот этих вот двух. Ой, хорошо, один есть. Контролинг будет. 25 секунд до конца. Ну, отлично. Отлично. 50 килов я почти выбил. Почти 50 килов в рамках такого боя. Я считаю, что для викинга Тесла это очень хороший результат. Это очень хороший результат. Прям супер классно. Не нужно, конечно, сравнивать эту Теслу с каким-нибудь там рикошетом Гелиусом. Или громом с сплэшом, либо громом на дальность. Я думаю, что что гром, что рик показали бы себя лучше. Но Тесточка с подавой, как вариант отключения расходки и как устройство, которое, я думаю, что в команде будет показывать себя еще лучше, да. То есть, как командное устройство, оно очень хорошее. И с повышенными критами, и с каждым тиком, нанесенным подавлением, это будет 100% работать. Это будет и не то, что просто 100% работать, оно будет эффективно работать. Поэтому берите себе на заметку обязательно это устройство. Также, конечно же, поддерживайте данный видеоролик лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой Теслы и вообще Теслы в целом. Также, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег создателя контента, это тег ТМП. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше. Найдем миллион кристаллов на 20 тысяч танконов. Вся информация по розыгрыше есть в описании. И итоги его уже будут совсем-совсем скоро. Неделя осталась. Неделя. Участвуем. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.